если что-то не будет работать я буду звать на помощь да собственно официально начинаем привет меня зовут мария антропова я руководитель команды market research and analytics jetbrains эта команда занимается исследованиями и у нас достаточно много исследовательских под команд внутри одной большой команды где нас сейчас около 50 человек около потому что нас бывают стажеры у нас бывают 20 процентные сотрудники из других команд поэтому число периодически варьируется я даже сама точно не всегда знаю сколько и я про это чуть попозже расскажу и в самом начале антон архипов посоветовал мне договориться с вами про то как можно задавать вопросы да в каком порядке это можно делать и я предлагаю вам такой вариант задавать вопросы можете в любой момент да то есть как вот ну только не знаю как у вас принято руку поднимать или как 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 обычно кричать кричать ну окей кричать если я могу ответить на вопрос быстро я буду отвечать сразу если вдруг я пойму что ответ на ваш вопрос будет дальше в презентации я скажу что дальше по ходу я об этом расскажу если я буду видеть что ответ занимает больше 30 секунд я скажу что давайте я отвечу на этот вопрос в конце потому что все таки мне бы не хотелось очень сильно прерывать логику повествования если кто-то кто против так такого подхода поднимайте руку или или но сейчас вот окей будем считать что все согласны тогда поехали а да да еще один очень важный момент про вопросы есть три волшебные буквы индей соответственно если ответ на какой-то вопрос будет затрагивать те темы которые я не могу раскрывать я просто буду об этом говорить говорить что извините индей вот так что вот такой единственный у меня будет вариант отвода про то и все ли знают jetbrains мы уже выяснили и хорошо что все знают потому что у меня был еще небольшой развернутый рассказ про то что это за компания точнее какие продукты мы делаем потому что это достаточно важно для логики моего дальнейшего рассказа и сегодня мы поговорим о том вообще зачем продуктовым командам проводить собственные опросы и социальные исследования про то как результаты опросов могут быть смешаны с результатами исследований другими методами и какие полезные вещи могут из этого вырасти да какие интересные результаты мы можем получить я расскажу почему разные опросы комьюнити программистов показывают разные результаты и почему они могут вызывать из-за этого недоверие и в конце у меня будет такой бонусный момент я расскажу про то что же делать если какие-то данные в принципе у нас вызывают вопросы да вот я на что-то смотрю я этому не верю что делать в этой ситуации и там у нас будет небольшой такой экскурс в когнитивную психологию так собственно вот такой у нас будет с вами сегодня план что мы будем рассказывать и если честно я всеми силами пыталась убрать этот слайд с презентации очень старалась вот но все-таки опять же для дальнейшего рассказа достаточно важно мне сказать что у нас команде присутствует даже наверно уже больше это на департамент похоже 6 исследовательских команд и для сегодняшнего рассказа важно знать про 3 и про то что они делают у нас есть команда векс ресерча которая занимается исследованиями продуктов и того как собственно пользователи пользуются продуктом да и как потом внести изменения в интерфейс чтобы пользоваться продуктами было удобнее и у нас есть команда опросов непосредственно главный герой сегодняшнего моего доклада и у нас команда дата сайенс которая занимается моделированием моделированием различных достаточно сложных параметров и мы строим собственные модели которые позволяют нам очень много узнавать про разработчиков и масштабировать эти знания вот это такой маленький приквел и сейчас я начну уже бежать потихонечку в тему опросов и как и что мы в целом делаем в целом опросы комьюнити в том или ином виде мы проводим уже больше десяти лет и помимо небольших каких-то опросов которые мы проводим там под конкретные задачи под сбор конкретных данных мы также проводим достаточно большие опросы комьюнити в целом которые позволяют нам собирать огромное количество данных и самый большой нас флагманский такой опрос вот который огромный который цикл подготовки которого занимает год это девелопер кассистем и еще у нас есть два тоже достаточно крупных опроса которые мы проводим они проводятся в партнерстве с двумя фундейшенами это python software foundation с ним мы делаем ежегодно python девелопер сервей и джанга foundation с которым мы тоже делаем соответствующий опрос и это партнерство это такой очень интересный опыт взаимодействия внутри среды и исследования рынка разработчиков и собственно наш флагманский опрос девелопер кассистем дальше в речи я буду его периодически называть девека да чтобы было понятно вообще откуда тут что взялось и этот опрос в этом году вот сейчас как раз мы в начале апреля запускаемся так что следите за обновлениями если будет желание его можно заполнить и получить в конце тоже поучаствовать в розыгрыше призов соответственно наш флагманский опрос девелопер кассистем будет в этом году запущен восьмой раз и за те восемь лет что мы собираем эти данные он серьезно эволюционировал ежегодное количество респондентов которые заполняет его выросла выросло количество секций да то есть у нас было в первом опросе 17 секций секции это продуктовые какие-то части посвященные например какой-то теме языку программирования или какому-то разделу использование тулов лайфстайлу и прочим аспектам про которые мы спрашиваем да и вот это серьезная эволюция она также включала увеличение количества опросов со 150 до 544 и я чуть попозже расскажу кто же в здравом уме заполнять такое количество опросов как это вообще возможно и как то вообще реально потому что я понимаю что такой вопрос скорее всего сразу же возникает и каждый год мы после того как проводим этот опрос обрабатываем данные мы выкладываем результаты в паблик в виде инфографики и в виде файла с сырыми данными соответственно если есть у кого-то желание можно посмотреть как сводные результаты для комьюнити так и скачать файл с данными и его по по обрабатывать самостоятельно я знаю что такие ситуации бывают в прошлом году мы опять же добавляя каждый год новые секции мы стараемся следить за тенденциями в комьюнити и в этом году в прошлом году мы добавили новую секцию лайфстайла в которой вот в том числе спрашиваем про mental health и к сожалению вот мы узнали что какое-то там очень значимое число разработчиков 73 процента считают что у них случалось выгорание тут можно много говорить про формулировки про то что если мы говорим что мы выгорели это не значит что мы обязательно выгорели да то есть там есть много нюансов но все-таки такие результаты говорят о том что все-таки очень многие разработчики считают что часто у них возникают проблемы с mental health из-за работы и вот такие вот части опроса для нас тоже важны потому что мы можем понимать что происходит с комьюнити не только в в качестве не только в контексте использования наших продуктов собственно заявленный опрос вопрос зачем мы извините меня просто похожий рингтон поэтому так сразу одним глазом скосила может быть может быть да 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 собственно зачем зачем же мы проводим вот этот вот опрос зачем он нам нужен он нам нужен чтобы в первую очередь знать своих пользователей потому что где мы еще в общем то возьмем такие данные очень подробные детальные про разные аспекты жизни разработчиков и эти данные нам нужны не просто так в вакууме потому что собирать данные ради данных тоже так себе занятие они нужны нам для того чтобы отвечать на вопросы продуктовых команд подруг нам приходят и спрашивают да какие-то вопросы про рынок разработки и также эти данные мы один раз собрав мы потом в течение года используем для очень большого количества исследований внутри команды то есть они являются таким хранилищем важным которому мы обращаемся регулярно на самом деле это влияет для на развитие такого направления как девелопер экспириенс который у нас сейчас но она в принципе в среде компаний которые занимаются разработкой тулов для разработчиков они уже начинают топить за девелопер экспириенс за то что это такое да какой опыт получает разработчик в процессе работы со своими профессиональными инструментами и вот такие вопросы они нам позволяют лучше погрузиться в контекст жизни понять вообще какие там могут на проблемы возникать и я на самом деле очень хотела бы я еще это не успела сделать но поизучать вообще тему выгорания войти потому что кажется что ну понятно что я сама работаю войти да поэтому такой пузырь но кажется что войти люди выгорают чаще чем очень многих других сферах это не значит они играют хуже не знать что они выгорают как-то там что у других людей не такое там тяжелое выгорание да просто что вот есть некоторые аспекты работы войти которые это выгорание могут провоцировать вот но это у меня куча гипотез на эту тему который надо проверять который надо ну по-хорошему делать ресерч ну и второй вопрос соответственно получаете после этого вы спрашиваете случалось ли у вас выгорание от продуктов же нет нет конечно нет да возвращаясь к теме соответственно тут я расскажу вам на самом деле еще момента один момент очень важный про нашу философию мы поскольку собираем очень большой массив данных и потом шарим их бесплатно с сообществом с комьюнити мы их выкладываем там за них не надо платить их не надо покупать мы их выкладываем у нас на сайте и для меня в частности и для команды очень важен аспект вот это вот взаимного обмена знаниями с комьюнити то есть комьюнити в лице отдельных разработчиков шарит с нами свои информацию о себе да и мы уже как люди которые собрали агрегировали обработали мы ее возвращаем комьюнити как наш вклад в том числе в развитие сообщества разработчиков есть кто-то знает на самом деле еще есть такой прекрасный опрос называется stay over flow survey давайте начнем сначала кто-то сток оверфлоу вообще знаете что такое ну окей супер вот так вот я не сомневаюсь что очень многие знают что кверфлоу но не не факт что просто знаете что он проводит свой регулярный опрос так вот они тоже проводят свой регулярный опрос он классный он офигенный и мы тоже во всю пользуемся то есть мы очень часто используем какие-то данные от них. Но тут возникает такой вот неудобный вопрос, тоже я иногда его слышала, а зачем вообще собственный опрос? Почему не пойти к Stack Overflow, не взять у них данные? Что вы тут сами этот огород городите? Это ведь еще сложно, дорого и вообще зачем? Так вот, тут есть на самом деле два момента, почему мы собираем эти данные сами, на своей стороне. Это результаты распределения респондентов по странам в опросе Stack Overflow слева и в Developer System справа. Соответственно, видите, на первом месте в опросе Stack Overflow Штаты, 20% респондентов опроса в Штатах, а в нашем опросе 20% в материковом Китае. Как вы думаете, почему такая разница? Они спрашивают Китай, на самом деле, но смотрите, у Stack Overflow они а. проводят опрос на английском языке, только на английском языке, б. они проводят опрос пользователей своего сайта. Мы переводим наш опрос на 10 языков. Это на английском мы его делаем, французский, немецкий, дальше идут японский, китайский, корейский, португальский, испанский и турецкий, и русский. Соответственно, вот на 10 языках мы этот опрос переводим, и это позволяет нам получить репрезентативную картину разработчиков в тех странах, где не все хорошо знают язык. И в любом случае, даже если хорошо знают, опросы всегда гораздо проще заполнять, вообще любые исследования гораздо проще проходить на собственном родном языке. Поэтому даже если разработчик хорошо знает язык, сейчас закончу мысль и отвечу, если хорошо знает язык, все равно ему при наличии версии локализованной проще отвечать на своем языке. Так, подождите, я вам наврала, испанский, португальский, ну да, то есть там латам на самом деле у испанцев и у португальцев. Я спрашиваю, вы решаете по количеству людей, которые... Нет, 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 мы решаем по количеству наших пользователей, да. Но на самом деле количество наших пользователей в стране очень сильно коррелирует с количеством разработчиков в этой стране. Вот, поэтому тут мы не сильно идем против истины. Короче, бразильцы выгорают, вы помните. Ну да все, все выгорают, будем честными, все выгорают. Вот, это первая причина, да, мы имеем возможность лучше достигать таргетов в разных странах. И вторая причина, являясь оунерами опроса, естественно, мы можем сами заказывать музыку. Мы готовим все секции по технологиям, темам совместно с теми командами, которые будут потом использовать эти данные. То есть, например, секцию Python мы готовим с командой PyCharm, секцию C-Sharp мы готовим с командой .NET департаментом, и секцию PHP с PHP с Tormo. То есть мы очень глубоко стараемся вникнуть в те потребности, которые есть у продуктовых команд, и собрать с них все их пожелания, и внедрить их в вопрос. Значит, и примерно вот таким образом выглядит у нас цикл. Он начинается, обычно, конечно, всегда любой опрос новый начинается со сбора требований, поэтому формально это первый этап. Но у нас, поскольку уже это цикл, то он всегда, наша работа над новым опросом начинается с ретро по старому опросу. Мы собираемся вместе, все, кто этот опрос готовил, у нас очень большая команда, которая работает из разных подразделений в компании над опросом. Это и наша команда, и дизайнеры, и локализация, и переводы, и веб-команда, которая помогает нам уже все это в сверстанном виде выкладывать. И поэтому мы собираемся все вот этой дружной тусовкой и обсуждаем, что было хорошо, что надо улучшить, и что в следующем году сделать по-другому. После ретро мы переходим к сбору требований в новом цикле, потому что в командах меняются сотрудники, в командах меняются потребности, и каждый год мы, заходя на этот круг, снова со всех ходим, собираем вот это вот, чего им, собственно, надо. При этом наша роль — сохранить опрос как можно более консистентным, чтобы из года в год мы получали одни и те же данные, ответы на одни и те же вопросы, чтобы мы могли ретроспективно их сравнивать друг с другом. После сбора требований мы формируем новый драфт, его редактируем, локализуем как раз-таки на 10 языков, как я уже озвучила, создаем онлайн-форму, ее тестируем. То есть у нас тоже, поскольку огромный опрос, там очень много ветвлений и логики, то есть это нелинейная история. Мы тестируем тоже всю эту логику, там есть и автоматические проверки, автоматическое тестирование, и ручное тестирование, в общем, все, как мы любим. И после того, как все оттестировано, все готово, параллельно у нас готовится дизайн промо-материалов. Я обращаю внимание, что я очень много смотрю туда, и мне это не нравится. Это потому, что я плохо вижу этот экран. Сейчас, одну секунду, я надеюсь, я тут ничего не оторву. Оторвала, простите. Так и стойте, да, теперь. Да, нормально. Если он ничего не вырвет, то... Да, нормально. Все, продолжаем. Да, параллельно с онлайн-формой у нас готовится дизайн промо-материалов. Дизайн промо-материалов – это история про то, что вот у нас, помимо рассылок, например, в почтовых, когда мы приглашаем пользователей наших поучаствовать в опросе, мы еще очень много сил и ресурсов вкладываем в промо этого опроса, обычно в социальных сетях где-то еще, и поэтому нам требуется, на самом деле, очень много вокруг этого всякого разного дизайна. Дальше мы выпускаем опрос в поле. Это вот так прям официальное название, когда какое-то исследование, опрос в первую очередь собирает респондентов, это называется, что опрос в поле. Такой наш исследовательский жаргон. После того, как мы это поле закрываем, причем у нас достаточно сложная система сбора в плане квот, мы очень жестко следим, чтобы с каждого региона, с каждой страны мы собирали определенное количество респондентов, для того, чтобы потом соблюсти репрезентативность. Закрываем опрос, чистим, обрабатываем, анализируем данные, выпускаем инфографику и сырые данные выкладываем, и, собственно, заходим на следующий круг. Вот сейчас как раз мы в начале, в конце, точнее, этого цикла. Так, что-то у меня промоталось прям экстренно. Собственно, мы, как я уже сказала, используем девека весь год, и 30-40% – это процент исследований в команде, которые используют результаты девелоперка систем. Поэтому это такой, с точки зрения нашей команды, кладезь просто незаменимых знаний. О, еду принесли. И также эти данные мы выгружаем в так называемый tool survey visualizer, который у нас внутри компании существует, для того, чтобы наши коллеги могли прийти и там сами посмотреть то, что им нужно, чтобы они не приходили к нам, к исследователям, а смотрели уже то, что им нужно там. Давайте мы сейчас немножко забудем про опросы. Да, я вот так вот забыли про опросы. Я вам просто задам вопрос. Расскажите, пожалуйста, как вы думаете, вот как посчитать количество разработчиков в мире? Как понять, сколько вообще в мире программистов? Как в какой-то стране программистов? Сколько людей пишут на каком-то языке программирования? Как это можно сделать? А вот как ее добывают, эту статистику? Вопросы на государственную структуру обязывает себя. Образовательные ведения. У вас с вами. У вас с вами. У вас с вами. Публичные данные, наверное, рассказывают. Остальные дела. Пользователи. Если наехать, то я бы сказал, что это подпишите. Кажется, какой язык не напишется. На самом деле, это не очень тривиальная задачка. И были варианты правильных ответов. В первую очередь, это посмотреть государственную статистику. С государственной статистикой, там, правда, есть свои проблемы. Но, тем не менее, это один из вполне работающих вариантов. Потому что практически все государства выкладывают статистику по занятости, по тому, какие разработчики, сколько их вообще в стране живет. Единственная проблема, там обычно нету разделения по языкам программирования. Поэтому, сколько программистов у нас в стране есть, мы знаем. А на чем они пишут, это уже дело другое. И поскольку нам очень часто эти данные вообще нужны, то есть практически, там, не знаю, раз в месяц, не знаю, даже не раз в месяц, несколько раз в месяц, в команду приходят запросы, которые как раз-таки, чтобы ответить на которые, надо знать, а сколько разработчиков там-то, на чем они пишут. И для того, чтобы у нас уже были вот эти данные, мы построили собственную модель того, сколько девелоперов вообще в мире, на чем они пишут, в каких странах они живут. И это было сделано как раз-таки в первую очередь на данных World Bank и на данных региональных бюро рабочей силы. Да. Вы сравнивали эту статистику с реальным положением в мире о нехватке государства? А что значит реальное положение? Ну, какова нехватка ресурсов, но и существенно, сколько ли они специально? Смотрите, я сейчас расскажу немножко вот о чем. Что нас, как минимум, мы сравнивали эту статистику с другими оценками, и разбег там огромный. Например, Stack Overflow говорит, что в мире 75 миллионов разработчиков. Вот. И я сейчас объясню, почему такая огромная разница. Почему у нас такие маленькие оценочки, да, они на самом деле очень консервативные. Потому что мы оценим у нас, вот смотрите, вот тоже очень полезный навык. Когда вы видите какую-то цифру, надо всегда, ну, странно это прогрессистам говорить, да, понять, что за этой цифрой стоит. Вот, соответственно, мы в нашей модели считаем, вот я чтобы вам не наврать, говорю, кого мы там считаем. Мы считаем тех разработчиков, которые работают full-time, part-time, фрилансеры или самозанятые. То есть они зарабатывают деньги своим программированием. Их job-роль это COA, developer, team lead, database architect, devops или tech support. Значит, вот это вот наши ограничения, это вот те, кого мы здесь считаем. Потому что, например, если говорить про методологию других провайдеров данных, которые считают, Stack Overflow вообще считает своих пользователей. То есть вот всех своих пользователей, там с некоторыми ограничениями, да, еще чтобы не наврать, не буду про них говорить, но он считает количество разработчиков по количеству пользователей своего сайта. Ну, то есть всякие там сис-админные для вас? У нас... Сайли, вот это все. Мы вот в этих оценках мы не учитываем, потому что, ну, как бы, смотрите, это представители IT рынка, это правда. Мы считаем профессиональных разработчиков. Ну, то есть это как бы вот... Те, кто пишут код, те, кто зарабатывают тем, что они пишут код деньги. Здесь мы не учитываем, например, да, другие IT job-роли, кто не работает напрямую с кодом. И не учитываем STEM-студентов, потому что для подсчета, сколько STEM-студентов, на самом деле STEM-студентов огромное количество сейчас в мире. И сейчас программировать тоже интересный тренд. Сейчас же начинаем очень... уже лет 10, правда, этот тренд, конечно, идет. Не знаю, открою ли вам что-то новое. Но сейчас очень активно программируют те, кто, в общем-то, ну, профессиональным программистом раньше никогда не считался и даже не решал таких задач. Это, например, психологи, биологи. И, в общем-то, ну, любые специалисты, которые... которым программирование помогает решать их задачи. Я не буду комментировать. Да, да, здесь вот у нас дата-сайентистов нету, потому что тоже они не являются профессиональными разработчиками. Соответственно... Я не буду присоединяться к шеймингу разных, скажем так... Все разработчики хороши, все разработчики нужны и важны. Собственно, вот такая вот классная модель, она у нас считает профессиональных разработчиков. И здесь я вам предлагаю пофантазировать, сколько же, например, разработчиков на C-шарпе в Испании, например. Как думаете? У кого хорошая интуиция? А вы почти попали. Но я видел. 32 тысячи. И всего C-шарп разработчиков в мире 2,5 с плюсом миллионов. Да. Вот. У нас есть вот такая модель. Мы вот как бы запомнили. Вот у нас есть такая классная модель. Теперь переходим к следующему слайду. На нем еще одна концепция. Но здесь начинается самое интересное. Поскольку у нас более 30 продуктов в компании, каждый продукт ориентирован на свой языковой рынок. И периодически выходят новые продукты, а также появляются новые идеи. Частый запрос к нашей команде, как же нам вообще оценить, какой рынок для этого продукта существует, на что мы можем рассчитывать. И здесь коротко я очень скажу про такую концепцию там-сам-сом, которая позволяет считать в деньгах тот рынок, на который... когда мы какой-то рынок запускаем. Значит, что такое там? Это в целом рынок, да, все, кого хоть как-то вот может этот продукт затронуть, да, то есть дальше. Я дальше на конкретном примере расскажу. Тут просто вот, чтобы уже были какие-то знакомые слова. Следующее-сам-это, какая наша потенциальная целевая аудитория есть на этом рынке, да, то есть вот кто конкретно на этом рынке может заинтересоваться нашим продуктом. И сом-какая доля, какую долю нам вообще реально занять с учетом конкуренции на этом рынке, с учетом того вообще, какая там ситуация, растет тренд использования языка или падает, какие там платящие ли на этом пользователи или не очень, потому что языковые рынки очень сильно отличаются по тому, насколько пользователи там склонны платить за продукты. И здесь я как раз предлагаю разобрать такой кейс, если бы вдруг к нам пришли с запросом посчитать что-то для Перла Де, мы никогда этого не делали, это такой вот кейс в вакууме, что мы бы сделали, откуда взяли бы данные. В первую очередь мы бы взяли данные из нашей модели, про которую я рассказала. Сколько всего в мире разработчиков на Перле? Их 250 тысяч. Дальше мы хотим оценить, а кто же все-таки наша целевая аудитория? Наша целевая аудитория – это те, кто использует Перл как основной язык. То есть это primary язык, который является самым основным, потому что редкие программисты используют только что-то одно. В основном там есть от двух до пяти каких-то языков, которыми разработчик пользуется. Поэтому вот мы здесь оцениваем, что 50 тысяч потенциально у нас есть пользователей. Дальше мы переходим к оценкам того, сколько денег, в принципе, мы здесь можем получить. Я тут не рассчитывала, это долгие расчеты для нас, для этой модели они, в принципе, не нужны. И дальше, если мы эти деньги вот рассчитали, потенциальных пользователей, сколько мы достичь можем, посчитали, и мы приходим и приносим тому, кто нас спросил, да, а будет ли Перл Де вообще пользоваться популярностью, мы ему приносим эти оценки, он говорит, да, супер, класс, запускаем, да, пишем. Тогда уже мы можем еще на основе наших данных Девака сделать ему персоны пользователей, рассказать про то, а кто же вообще вот эти люди на рынке. И здесь вот эти вот цифры тоже, опять же, чтобы это все было на одном слайде, на одной карточке, да, какая-то логика была понятна внутренне. Но я вам покажу совершенно реальный профиль, честную персону, которую мы делали для Голэнда. Это персона разработчика Го, которая, это одна из шести персон, которая разрабатывалась, когда Голэнд, как продукт, начинал свое существование. И такие профили у нас как раз UX-команды разрабатываются, я упоминала ее в начале. И чаще всего такая задача делается в два этапа, хотя, возможно, варианты. На первом мы проводим глубинное интервью с разработчиками, на втором мы вот по ключевым характеристикам формируем персоны и считаем, сколько таких персон у нас в нашей интересующей нас популяции. Соответственно, Поли Ирвин представляет 5% разработчиков на Го. И что же мы про эту персону знаем? Что мы про нее знаем? Мы знаем, что она вообще делает на своей работе, где она работает, с какой целью она использует Го и почему она захотела его попробовать. Дальше мы рассказываем более подробно про те типы инструментов, которые она использует и как она привыкла работать, вообще какие технологии используя. И также мы рассматриваем на финальном этапе болевые точки, что ей сложно, что ее не устраивает в тех тулах или в языках, которыми она пользуется сейчас и какой опыт разработки с IDE у нее есть в принципе. И это очень здорово позволяет продуктовой команде формировать видение того, что ей нужно сделать продуктовой команде, а не Поли. Вот. Это пример. И сейчас я хочу перейти как раз-таки к вопросу. Я уже немножко про него сказала, но здесь я тоже сфокусируюсь, почему данные разных опросов отличаются и почему, глядя на Stack Overflow и на наш опрос, и на SlashData, и на C++ Foundation, вы можете увидеть разные данные в ответе на одни и те же вопросы. Суть в том, что у нас просто разные методологии сбора данных. Вот здесь описано, да, где у кого какой фокус, и мы совершенно честно признаемся, что результаты нашего опроса скошены в сторону пользователей JetBrains. Потому что даже если мы рекламируем наш опрос вне каналов компании, да, платим за это промо, то все равно более склонны заполнять наш опрос пользователи JetBrains, которые уже знают наш бренд. Ну, то есть это естественная такая погрешность. Вот. При этом мы, конечно же, делаем, делаем очень-очень много всего для того, чтобы это нивелировать. Соответственно, следующий вопрос про то, что вообще программистов-то в мире много, а у вас всего 25 тысяч респондентов. Репрезентативно ли это вообще? Да, как вот сделать такой большой опрос полезным, чтобы мы не просто данные собрали, там что-то посчитали и вот смотрите, а чтобы мы могли за эти данные отвечать. И, на самом деле, здесь такой совсем общий экскурс в то, что социальное исследование, как отдельная научная дисциплина, уже нарастило огромное количество разных методов, которые позволяют эту репрезентативность повысить и понять, какова она вообще в данном опросе. И, собственно, мы стараемся все доступные методы использовать, но на 100%, конечно, что вот наши данные 100% репрезентативны, мы ручаться, увы, не можем. Мы, как вот Ахиллес, никогда не можем догнать черепаху. Учитывая, что это идет под запись, это провокационный вопрос, но я бы сказала, что я верю на... уверена, не люблю слово, верю в отношении данных, я уверена, что мы в тех странах, где мы собираем локализованные данные, мы на 90% представляем ту картину, которая там существует, потому что мы также валидируем все эти данные разными способами и перепроверками. Вот, собственно, как же мы обеспечиваем репрезентативность и что для этого делаем? В первую очередь мы для этого... очень много мы всего делаем, и в первую очередь мы... у нас определенный подход к рекрутингу респондентов, мы собираем данные из наших внутренних каналов, внутренние каналы – это соцсети компании «Рассылка», и из внешних каналов – это рекламные промо, из которых, мы считаем, приходит менее... такая знакомая с нами аудитория. Далее мы... почему это важно? Потому что дальше я чуть-чуть, буквально два слова расскажу, про механизм присвоения весов данным и про то, как взвешиваются данные. И канал – это важный маркер, то есть люди, которые приходят из внешнего канала, имеют в конечном итоге чуть больше вес, чем люди, пришедшиеся из внутреннего канала, потому что мы их считаем чуть более репрезентативными. Также мы занимаемся квотированием по регионам, об этом я уже говорила, мы стараемся набрать минимум 300 человек из каждого региона. Постоянно у нас проблемы с Японией, к сожалению, нам никогда не добрать в Японии 300 человек, и это ужасно. Но зато в Китае и в США с этого года мы стали собирать по 500, и это большой успех. Дальше мы чистим данные. Данные мы чистим настолько хорошо, что, например, в прошлом году из 35 тысяч собранных ответов мы отчистили 10 тысяч. То есть в финальный анализ вошло 25 тысяч. Что же мы... Я буквально пару примеров, что мы чистим. Например, мы чистим ответы, данные с одного айпишника, и которые совпадают больше, чем на 70% друг с другом. Мы знаем, мы понимаем, что с одного айпишника могут, например, сотрудники одной компании заполнять, но при этом мы смотрим, если там есть очень большое совпадение, мы все равно такие данные на всякий случай удаляем, чтобы они нам ничего не мешали. Также у нас всегда есть риск, слава богу, с ДИВЭКа у нас никогда этот риск не реализовывался, но у меня в памяти такое было, когда на один из наших опросов набежали боты. То есть просто вот боты, которые заполняли опрос ради приза, и вот мы их сидели там тоже вычищали. Соответственно, автоматические проверки, в том числе настроены на то, чтобы отличать ботов. А мы платим за заполнение? Нет, мы не платим за заполнение, у нас есть возможность поучаствовать в розыгрыше очень хороших призов. Это или макбук, или какая-то лицензия, причем респондент сам выбирает в розыгрыше чего он хочет поучаствовать. Но платить за каждый ответ нет, конечно. Это очень сильно портит качество ответов. Но боты хотели макбук. Ну, видимо, боты хотели макбук, да. И на самом деле у ботов есть один очень четкий признак. Они никогда не заполняют открытые поля. То есть они никогда ничего туда не вписывают. Вот, да, тоже вопрос такой, который очень любят задавать. А что, если респондент просто втыкает, да, вот как-то рандомно, что вы с ними сделаете? На самом деле много чего мы с ними можем сделать. Мы, во-первых, проверяем по времени. Там есть определенные тоже границы. Человек не может пройти опрос на 150 вопросов быстрее определенного времени. Потом мы проверяем паттерны ответов. Есть разные варианты, по которым мы видим, что этот человек, он отвечал, не задумываясь. И, например, всегда выбирал первый пункт в каждом вопросе. Или последний. Или елочкой в матрице отмечал. Ну, то есть такое бывает. Нет, конечно, у нас автоматическая вся обработка. Ну, конечно, что-то мы вручную отсматриваем, что-то. И да, вот здесь как раз, сейчас я расскажу еще, почему очень важно тоже вручную что-то просматривать. Но это вот как раз-таки пример. Еще мы смотрим на консистентность данных. Потому что вот это, это свежий пример. Ну, как бы, это внутреннее противоречие в рамках одного ответа. Соответственно, вот мы на это все, конечно же, смотрим и такие ответы удаляем. И это, конечно, самый наивный пример. Обычно рандом, немножко по-другому, рандом работает. Вот, но все равно, если он заполнялся от балды, то это всегда видно. Это всегда можно поймать на несоответствие используемых тулов, языков программирования и, в общем, много чего еще. А вы по-другому сообщаете о том, что его ответы не были? Дисквалифицированы? Нет. Ну, во-первых, далеко не все оставляют e-mail. E-mail оставляют те, кто хотят, чтобы мы их включили в выборку. Ну, и это, в общем, я не могу сказать, что это какая-то общепризнанная практика тех, кто проводит данные, проводит опросы. Да, на нашем сайте. У меня в конце презентации будет ссылочка, когда презентация попадет на сайт, там можно будет найти. Но если ввести девелоперы к ассистем, то там первой ссылкой будет наш опрос. Может быть, второй максимум, если кто-нибудь рекламу туда не всунул перед нами. Да, что мы еще делаем? Мы еще уменьшаем response burden. Это на русский, это можно перевести как нагрузка на респондента. То есть, как я уже говорила в начале, у нас 544 вопроса, да, кто же вообще может запомнить это все. На самом деле, ни один респондент все эти 544 вопроса не заполняет. Там есть очень такая развесистая логика всех опросов. И каждый респондент максимум заполняет 150 вопросов. И занимает это обычно около 30 минут у среднего респондента. И для нас, конечно, это такой сложный квест все эти ветки простроить и собрать таким образом, чтобы все было непротиворечиво и каждый пользователь прошел по тем секциям, по которым должен, не попал туда, куда не должен. И определенные секции еще рандомизируются, то есть показываются в случайном порядке тоже определенным выборком. На самом деле, настоящий magic. Что еще мы делаем? Ой, простите, для уменьшения байса. Это скос данных. Все, что я уже, во-первых, перечислила. Во-вторых, мы проводим очень много статистических коррекций. На самом деле, начинается очень хардкорный матстат, и в детали которого я не буду вдаваться. Но у нас на сайте примерно описан процесс, как мы делаем это, как мы с помощью линейных уравнений присваиваем индивидуальные веса каждому респонденту. Единственное, весов мы не выкладываем, потому что это уже НДА. Но зато рассказываем, как мы это делаем. И здесь, да, я вот хотела вам задать такой вопрос. Кто из вас заполнял когда-нибудь какие-нибудь индустриальные опросы? Поднимите руку, пожалуйста. Вот, посмотрите друг на друга. Посмотрите друг на друга. И запомните, что такие люди есть. Потому что очень часто ко мне приходят люди и говорят, ну кто же вообще эти опросы заполняет? Вот я никогда такие опросы не заполнял. И никто из моих знакомых никогда такие опросы не заполнял. Я говорю, ну хорошо, ты про себя, наверное, помнишь, да, я уверена, да, хотя наша память иногда творит чудеса с нами. Но почему ты уверен, что все твои знакомые? Точно всех спросил, да, вот, кстати, можно провести опрос своих знакомых. 150 вопросов на полчаса, это, кажется, довольно серьезные затраты времени и ресурсов человека. Можно ли считать таких респондентов релевантными? То есть это, в любом случае, влеченные люди, и мы сразу отсеиваем всех невлеченных людей, которые могли бы ответить совсем по-другому. Ну это как раз вот про это, да. Вот, это, ну это правда, это действительно так, и мы никогда не узнаем ничего про людей, которые не захотели проходить наш опрос. То есть даже когда мы поквартирно ходим, да, делаем опрос, ну классика даже, с чего начиналось опросов, поквартирных опросов, когда мы ходим, там тук-тук-тук, и вот ответьте, пожалуйста, на наши вопросы. Соответственно, тут, к сожалению, какого-то нету у меня честного ответа на этот вопрос. Ну да, да, это правда. Так, так есть, так бывает. Да. Почему именно за один раз спрос проходит? Почему, например, не задавать по 10 вопросов в раз в неделю, когда пользователь открывает этот ДТ? А потому что не будет все равно консистентности связанности, то есть не будет один и тот же пользователь. Мы, у нас есть краткие опросы, да, по каким-то темам, которые мы запускаем регулярно, которые нам нужны. И у нас даже была вот похожая мысль на то, что вы спросили, что собирать данные, ну, как бы в течение всего года, более, может быть, кратко, более, да. Но там, к сожалению, сразу же очень много вопросов с промоушеном этих данных, ну, короче, там очень много технических проблем с этим. Вот, и не очень понятно, чем это для нас улучшит ситуацию вообще, в принципе, вот с репрезентативностью наших данных. Вот. Шанс того, чтобы отвечать на эти 150-500 вопросов в два раза меньше, чем я буду сделать в течение года. Ну, это правда, но, скорее всего, вы ответите там пару раз и все. И потом никогда к нам не придете больше. А тут мы уже, как бы, вот, человек уже... Ну, наоборот, то же самое, думаю, шанс, что ты ответишь что-то на первые 10, а потом забьешь, он тоже не мать. Ну, да. Вот. В конце опроса, как я уже говорила... Да. Еще вопрос. Учитывается, если опрос полностью заполнен, да? Нету там, что я там, стол опроса заполнил. У нас есть тактики работы с частично заполненными данными. Для некоторых секций мы используем частично заполненные данные. Ну, то есть в тех ситуациях, когда мы там... Ну, тоже есть на эту тему определенные правила. То есть частично заполненные, они тоже могут признаваться валидными. Выгодно, наверное, заполненные. Ага. Ну, да, наверное. Мне очень жаль, да, что мы могли так повлиять. Наверное, у вас такой фильтр, что если я прошел до конца опросить, значит, точно бот. Значит, человек не станет. Нет. Об этом мы не думали, но мы обязательно мысль эту обсудим в команде. Да, вот еще вопрос на засыпку вам тоже задам. Мы выкладываем в конце всегда, помимо инфографики, как я уже сказала, сырые данные. Это файл с данными. Как вы думаете, почему мы никогда не выкладываем открытые поля? То есть вот если вы откроете этот файл, там будут только циферки, циферки, циферки или предустановленные варианты ответов, но никогда не данные открытых полей. Вот, да. Вот эти волшебные четыре буквы объясняют все, потому что у нас есть пользователи, которые нас очень любят. Они нам сами так пишут, что я ваш фанат, я ваш преданный поклонник. И пишут о себе все. Соответственно, если мы это выложим в паблик, ну, прилетит нам. Да, то есть как бы не пользователю, он нам прилетит. Вот. И, собственно, еще по этой же причине мы очень часто не выкладываем данные по странам, если из этой страны меньше 15 ответов. Мы их объединяем просто в пункт аза. Как думаете, почему? Да, потому что реально можно вычислить. Были такие случаи, не у нас, слава богу. Но вопросных этих, там, комьюнити, я знаю такие ситуации. Как вот такие поля обрабатываются? Вы что и посмотрите? Нет, они обрабатываются. Ну, сейчас с помощью ЭА они обрабатываются. Ну, и, конечно, мы тоже частично руками что-то там можем посмотреть какие-то по каким-то этим. Но в основном сейчас с помощью ЭА все это обрабатывается. Раньше, да, приходилось это обрабатывать разными такими частично ручным, частично костыльным способом. Но сейчас все стало гораздо проще в этом вопросе. Скажите, а для проверки данных дополнительных какие-то источники еще используются, кроме самого опроса? Ну, то есть, как вы проверяете? Вы вообще проверяете? Как точно тут какие-то есть? Да, ну, мы используем, мы смотрим, чтобы веса и пропорции совпадали с нашей моделью разработчиков. Когда, то есть, там тоже очень хитрые статистические проверки. Мы сравниваем с, ну, собственно, с теми данными, которые есть на рынке, мы всегда сравниваемся. И, несмотря на то, что есть разные методологии, всегда можно найти вопросы, по которым можно сравнить. Сравниться с кем-то еще и проверить, что да, действительно. То есть мы, например, со Stack Overflow мы просто сравниваем ту часть у нас, которая собрана со штатов, с той частью, которая в Stack Overflow собрана, например. То есть есть еще тоже разные подходы к валидации, когда мы заказываем опрос какому-то внешнему провайдеру и сравниваем их данные с нашими. Такие варианты тоже используются. А статистик, которая внутри человека есть, существует по пользователям языков этого слова? А может, тоже туда присутствовать? Не всегда. Это вот идея. Ну, честно, не могу. Да, соответственно, вот, это предпоследний слайд. И здесь я очень коротко расскажу про то, что делать, если вы видите данные, которые вызывают у вас сомнения. Или вообще информацию, которая вызывает у вас сомнения, потому что, мне кажется, это очень такой важный механизм, который я очень часто наблюдаю, как работает у разных людей. И очень часто он, к сожалению, в некоторых моментах, вот, как бы, вместо того, чтобы пойти по правильной ветке дерева в решении, он идет не совсем туда, куда стоит искать. И куда я стоит идти. Вот, соответственно, вот есть вопрос, да. Приходит кто-то и говорит, ваши данные противоречат моей картине мира. Чаще, конечно, это сформулировано совсем не так. Сформулировано это обычно гораздо хуже. Вот, но, допустим, что же вот в такой ситуации можно сделать, да. Или это внутреннее упражнение, или если вы с коллегами что-то обсуждаете, можно его использовать. Значит, и здесь мы как раз переключаемся, без мира идти в когнитивную психологию. И как вообще у нас происходит обработка информации. У нас есть какая-то в голове картина мира, которую мы изнутри себя считаем непротиворечивой. Ну, то есть наш мозг устроен таким образом, что наша картина мира для нас изнутри непротиворечива. Хотя на самом деле было очень много исследований психологических, в том числе, которые показывают, что внутри головы одного человека противоречий очень много, всяких разных. И как раз, когда возникает такое противоречие, возникает такое классное явление, как когнитивный диссонанс. Соответственно, он нам сегодня очень поможет. Вот, соответственно, вот мы видим какие-то данные, цифры. И у нас происходит процесс, соответствуют ли эти данные нашей картине мира. Если они соответствуют, то все прекрасно. Наша картина мира осталась неизменной и чудесной, и замечательной. Если данные не соответствуют, что мы можем сделать? Да, какие у нас варианты? Есть, собственно, вот из чего наш мозг выбирает, да, из чего? Во-первых, он может поменять представление. Да, если новые данные, почему-то нам кажется, что вот предыдущее наше представление было основано на чем-то, может быть, не очень правильном, а вот тут какой-то очень источник с какой-то потрясающей репутацией, то мы вполне можем поменять свое мнение и дальше жить прекрасно со своей измененной картиной мира. Дальше мы можем снизить значимость. Ну, типа, ну, противоречит, там, не знаю, 20% разработчиков живут в Китае или 20% разработчиков живут в Штатах. Ну, да кому какая разница, господи? Вот, идем мимо, и последний вариант, мы добавляем объяснение какое-то, чтобы вот это противоречие снять внутри себя. И вот здесь разворачивается самая главная трагедия, потому что здесь можно пойти по вектору, это ошибка, да, то есть мы откидываем вот эти вот несоответствующие данные и как бы живем в убеждении, что наша картина, она классная, стабильная, а вот это вот ошибка. Вот. Дальше есть ветка, где мы можем попытаться разобраться, а правда ли действительно в нашей картине мира она правильная. Вот, потому что и это, на самом деле, очень полезные моменты, когда мы видим что-то, с чем мы не согласны. Потому что для нас, для нашего мозга, это как раз-таки способ что-то узнать новое, что-то поменять в своей картине мира. И здесь, значит, если мы говорим про пример с данными, да, вот мы видим какие-то там цифры. Что мы можем сделать? Мы можем ценить качество источника, да. Это не всегда просто, особенно последние лет пять растет какой-то потрясающий бизнес на скам-исследовательских репортах. То есть если вы вобьете в Google там вопрос, сколько C-шарп разработчиков в мире, вам выдастся большое количество репортов, которые вроде бы отвечают на этот вопрос, они выглядят очень презентабельно по своему виду, но при этом они, к сожалению, совершенно, ну, внутри, если вы их покупаете, они еще не дешево стоят, там, к сожалению, совершенно такая компиляция на уровне студента, не знаю, первокурсника, наверное, из открытых источников при этом. И вот эти скам-репорты, они, к сожалению, совершенно не дают адекватную картину. Поэтому важно оценивать качество источника. Хороший способ спросить у провайдера данных. у того, кто эти данные сделал. Потому что очень часто, если там действительно какая-то ошибка была, такое же возможно, может вполне быть, сделали ошибку, да. Но если вы спросите у тех, кто сделал вот эти данные, вы узнаете. И вам, может быть, даже скажут спасибо, если там действительно была ошибка. Либо вам объяснят, а в чем дело. Дальше надо копать. Почему я считаю, что здесь противоречие? Почему я считаю, что, не знаю, в Испании вообще нет C-Sharp разработчиков? Почему я так считаю? Откуда это взялось? Я видел какие-то репорты, я видел какие-то данные другие. Надо их найти, сравнить методологию. Если нету таких воспоминаний, надо понять, откуда взялись мои убеждения. Или это интуиция? На чем основана интуиция? То есть если задать себе вот эти вот вопросы последовательно, то есть как раз-таки шанс выскочить вот из этого такого колеса непротиворечивой картины мира. И на самом деле в продукте это очень важно. При разработке продукта это очень важно. Потому что у любых людей, которые причастны к разработке, у них есть некоторое такое общее понимание того, как работает что-то на рынке, того, какие пользователи, как они себя ведут, чего они хотят. Но это всегда надо проверять. Соответственно, здесь и нужны исследования. Вот. Последние ссылки положу полезные. Во-первых, положу ссылку на Developer and System Data Playground. Это то, где можно самому покрутить данные. Мы сделали интерактивную часть. Там можно, например, по зарплатам посмотреть, сколько в разных странах получают разработчики на разных языках с разным опытом. К сожалению, у нас там ограниченное количество стран, но мне кажется, все равно это интересно. Вот по этой ссылке JetBrains Industry Reports можно найти все наши отчеты, которые мы выкладываем в паблик. И если вдруг вам хочется побольше узнать про опросы, или вам интересен C++ отдельно, как язык, как направление, я рекомендую вам посмотреть видео выступления моей коллеги Анастасии Казаковой на CppCon. Она очень подробно там про это все рассказывала и сравнивала наш опрос с C++ Foundation опросом. Вот. Спасибо, что слушали. И большое спасибо моей команде, с которой мы все это вместе делаем. И да. Вот. Нет, я говорю спасибо команде, потому что они наверняка посмотрят видео. Ну, кто-то как минимум. Был вопрос? А можно слайд? Можно. Ну, тут я не могу вдаваться в детали. Отвечу, что просто обычно платящие – это большие интерпрайзные кастомеры. Ну, то есть, это не представители каких-то, не индивидуальные девелоперы, которые больше готовы платить или меньше готовы платить. Это обычно более популярные в крупном интерпрайзе языки. И, естественно, они гораздо больше денег приносят. Ну, просто потому что их много. И они большие. По-моему, мы стараемся квотировать треть и две трети. Ну, в смысле, две трети наших. Нет. Слушайте, могу наврать? Не знаю, не буду сейчас отвечать. Да, не могу сказать. Да. Такой вопрос, потому что, может, связанный с моей картиной мира. По моему опыту, хороший программист, он всегда не имеет. То есть, в принципе, тем, как слушать, тем, чем он меньше объем года производит. Соответственно, он лень. Ну, вопрос, даже 150 ответов, но с ленью это очень тупо коррелирует. И другой момент, что вот кто будет заполнять вопросы, вот, в моей картине мира, должен быть такой пионеристый такой товарищ, чтобы отвечать. И вот, опять же, в моей картине мира, ну, такие люди не очень обычно часто бывают хорошие программисты. А как? Вот из тех, кто поднимал руки, и кто считает себя хорошими программистами, помогите мне. Ну, вы знаете, принятие решения, это вообще очень больной вопрос. Потому что у нас, ну, ощутимый процент, я так, знаете, по минному полю, чтобы что-нибудь лишнее не сказать. Ощутимый процент наших кастомеров – это коммерческие компании. И там принятие решений вообще выглядит не так, как оно выглядит у индивидуального разработчика. Вот, поэтому, вот, я, наверное, здесь отвечу, что в общем и целом для нас вот эта психологическая черта, возможно, она не важна скорее. Да. Ну, потому что у нас это гипотеза, ее надо проверять. Да, то есть, вот, могу ответить, что мы эту гипотезу не проверяли. Своей стороны, наоборот, последний случай, довольно большая, в принципе, компания. Большое количество лиц. Я, простите, водички налью? Я слушаю. А там, как он, пиолетистого характера, товарищ, который, как бы, был в этом программе, и он не помнит ответы, кстати. Кто знает. Ну, вообще, надо сказать, что профиль у нас достаточно разнообразный людей, поэтому они вполне могут быть объединены каким-то психотипом, или, плохое слово, психотипом, какими-то особенностями работы психики, которые, там, их тоже скашивают как-то наши данные в результате. Но не могу ничего сказать. Может быть, когда-нибудь мы это проверим. Ну, да, но здесь и в другой момент, что человек, чем у него больше свободного времени на заполнение вопросов, тем, соответственно, можно подумать и подальше от принятия решения. Ну, не факт. У нас достаточно... Для того, чтобы вы улучшили свою жизнь, понимаете? Влиять на этот продукт. Ну, что один ответ, 20-20 тысяч, коррегация практически нулевая, тратить даже 3 минуты. В том, что хотите, вы улучшить этот продукт или нет? Ну, да. То есть, когда вы ассоциируетесь с этим продуктом в свое будущее, наверное, вы хотите как-то внести его в улучшение. Ну, опять же, просто... И потратить 30 минут, это не такое. Он покажет общую картину. Я хотел спросить, у вас есть сервис тоже проходит? Просто вы ничего не сказали? Ну, потому что у нас в основном сегодня про опросы, про остальные. Я сказала постольку, поскольку. Я их упоминала, и чтобы не было такого хоп, откуда-то вылезло. Вообще непонятно что. Ну, да. Ну, обычно это удаленное тестирование, потому что у нас распределенные офисы, у нас UX-команда, она в конкретных регионах. И мы, по-моему, даже... Нет, мы ни разу не проводили, чтобы там, не знаю, выехала наша группа куда-то в какой-то город, и там бы тестировала. Мы обычно договариваемся с респондентами об онлайн-сессиях и тестируем продукт в онлайн-звонке. Да, да. Иногда у нас бывают вообще автоматические тестирования. То есть там не требуется даже участие модератора, исследователя. То есть это автоматизированная программа, где надо что-то прокликать или что-то там сделать, да, какие-то задания выполнить. И потом мы собираем просто данные с этого. Давайте последний вопрос отсюда был. Ну, у меня немножко такое сложное. Я хотел спросить про телеметрию. Скорее даже там психологи у вас есть, кто тоже занимается? Я психолог! И занимаетесь именно изучением. Я просто, ну, короткий пример, что я знаю, что те, у кого есть именно геморгинсайты, вот VIP-сессии, прямо потом рассматривают психологи, человек вот сделал, вот явно нервно двигал выше, как они думали, была теория, почему так происходит, как сделать челлендж, как бы, и потом на помощи кастомера. Вы что такое делаете именно? Да, в принципе, это, ну, как сказать, когда у нас появляется какая-то гипотеза, что там у пользователя здесь в интерфейсе проблемы, да, или, например, там, какие-то процессы, когда мы изучаем, например, андбординг в продукт. Естественно, мы просматриваем, ну, мы не просматриваем, у нас десктопные продукты, и, конечно, ну, мы никакие такие данные не собираем, мы собираем по согласию, но для того, чтобы, по согласию, там собирается очень небольшое ограниченное количество данных, когда вы даете в ДЕ согласие на то, чтобы ваши данные были собраны, там не очень большое количество данных. При этом, если мы проводим UX-ресерчи, то мы просим консент на запись, и, конечно, мы все это просматриваем, и потом по результатам исследований описываем, как вообще, что происходит, какие проблемы есть, как их надо пофиксить, и как команде разработки об этом подумать. Давайте так, еще, если есть вопросы, можете в перерыве подойти и завалить. Не надо меня валить, пожалуйста. Мы традиционно дарим нашим докладчикам вот такие симпатичные носки с логотипами Девклуба. Ой, какая прелесть, спасибо. Жаль, что они не в твоей цветовый гамме, но... Ничего страшного. Голубой очень подходит. Спасибо. Спасибо.